Всем привет! В нашем мире существует множество красивых интересных мест, в которых хотелось бы побывать. Однако планета невероятно большая, жизнь человека кратка. Так как же выбрать из тысяч достопримечательностей те, которые обязательно стоит увидеть своими глазами? Что ж, не переживайте, ведь специально для вас мы запустили телеграм-канал Мирозор за гранью обыденности. Подписывайтесь на канал и увидите много интересного и познавательного контента. Остров Вадху, Мальдивы. На Мальдивах есть остров, называемый Вадху, который привлекает туристов одной своей особенностью. Ночью кажется, что звезды на небе тоже окунаются в синеву море. На береговой линии появляются световые волны, создающие волшебную сказочную атмосферу. Это происходит благодаря тому, что на песке и волнах светится уникальный вид фитопланктона. Это организмы, наделенные биолюминесценцией. Планктоновая подсветка имеет разную интенсивность сияния в разные периоды. Наиболее ярко пляж сияет во время размножения планктона. Говорят, свечение берегов острова можно увидеть даже из космоса. Только вот купаться во время свечения не рекомендуется, это как минимум неприятно, а как максимум даже небезопасно. Укусы планктона на чувствительной коже могут оставить следы и вызвать аллергию. Колодец Тора. Орегон. На краю орегонского побережья находится то, что кажется зияющей воронкой, которая выглядит так, словно она никогда не заполняется, несмотря на непрерывный поток морской воды, стекающий в нее. Но колодец Тора, как известно, не бездонен, однако очень опасен. Так описывает колодец Atlas Obscura, американский тревел-онлайн-журнал. Помимо зияющей воронки, колодец Тора имеет и другие названия. Водосточная труба Тихого океана, и даже врата в ад, и путь в неизвестность. И, конечно, это место известно как must-see для любого фотографа, ищущих острых ощущений, но в то же время это место, которое поглотит вас целиком, если вы рискнете подойти слишком близко. Колодец Тора представляет собой незаметное углубление диаметром не более 5 метров, поверхности мыса Перпетуа. Это каменистый берег, омываемый водами Тихого океана. Но вот за час до прилива начинается целое природное шоу, самое яркое из которых возникает в колодце во время шторма, прилива и отлива. Вода устремляется вглубь воронки, а затем вырывается наружу. Она вылетает до 6 метров в высоту, а потом снова падает в колодец. А иногда она пенится и просто стекает бездонное жерло, растворяясь в его бесконечности. Райские врата Китай. На вершине горы Тяньмэнь в провинции Хунань наблюдается впечатляющее природное явление. На протяжении сотен лет эрозия почвы и воды медленно формировала арку шириной 30 метров в скальной поверхности горы. Однако, согласно китайскому фольклору, кусок горы отвалился в 263 году и создал огромную полость. Арка на горе Тяньмэнь, известная как райские врата или небесные врата, является самым высоким известным примером этого природного явления на планете, расположенном на высоте 1519 метров над уровнем моря. Чтобы добраться до вершины горы, вы можете воспользоваться канатной дорогой, либо проехать по очень ветреной дороге с 99 крутыми поворотами. Дорогу так и называют, дорога 99 поворотов. Часть маршрута нужно пройти пешком, подняться по 999 ступеням, прежде чем достигнуть арки, которая часто окутана облаками. Количество ступенек поворотов не случайно. В даосизме число 9 представляет императора, также известного как сына неба. А также в китайской даосской философии эту цифру считают высшей и последней, которую может понять и принять человек. Колодец Иакова, Техас. Колодец Уимберли, штат Техас, получил такое название под влиянием библейских рассказов. Вода в колодце настолько прозрачная, что при прыжке в него создаётся ощущение, будто вы прыгаете в пустое пространство. Глубина колодца составляет около 10 метров. Место, пусть и красивое, считается одним из самых опасных в мире. На его дне расположились ответвления, которые до конца не изучены, а потому не рекомендуется самостоятельно изучать его глубины. Через колодец можно попасть в несколько пещер, всего их 4. Верхняя, самая посещаемая, она несёт минимум опасности. Здесь достаточно света, есть водоросли и рыбаки. Следующая пещера углубляется более чем на 20 метров. Попасть туда можно только через небольшой вход. Третья и четвёртая пещера уже посерьёзнее и поопаснее. Без спецподготовки туда идти не следует. Попытки изучить данные пещеры, к сожалению, не всегда заканчивались хорошо. Озеро Луис, Канада. Озеро в национальном парке Банф, раскинутое на высоте 1646 метров и имеющее размеры полкилометра в ширину и почти 2 километра в длину, ранее называлось изумрудным, благодаря своему цвету. Таким цветом оно обладает из-за местной горной породы, которая растворялась с ледниками и попадала с гор в озеро. Луис же его назвали позже в честь Луизы, дочери королевы Виктории, правящей в Англии. Обнаружено озеро было в 1882 году, когда Том Уилсон, один из специалистов постройки Канадской Тихоокеанской железной дороги, услышал шум вдали. Индейц, который в тот момент находился рядом с ним, объяснил, что шум происходит с огромной белой горы, которая возвышается над озером с маленькими рыбаками. Уилсона заинтересовало это место, и он отправился туда на следующий день, где обнаружил озеро, о котором позже вспоминал. Некоторое время мы сидели и молчали, не в силах оторвать взгляд от блистательной красоты пейзажа, развернувшегося у сверкающего ледника. Сейчас озеро популярно среди туристов также благодаря большому количеству других маленьких озер поблизости, а также водопадов. Есть здесь и отели, и кемпинги, и туристические базы.